...изменение законодательства другое. Центробанк по профилям регулирует отношения банков в рамках действующего законодателя, чтобы решить проблему, а главное, чтобы эта проблема никогда не поднялась вновь с другими заемщиками. Точно менять законодательство и вносить изменения в законы об ипотеке и в законы о банковской деятельности. Поскольку до сих пор и сегодня валютная ипотека в России не отменена, мы, валютные ипотечные заемщики, неоднократно обращались к правительству Медведева с призывами о помощи, с призывами урегулировать проблему к законодательному уровню. Что же сделало правительство? В марте правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, который должен был обязать банки реструктуризировать наши валютные ипотекторы на данное заключение договора. Формулировка этого отказа правительства вызвала у нас просто шутки. Я позволю себе зачитать. Правительство открытым текстом сказало, что помощь валютным ипотечным заемщикам в текущей экономической ситуации вовлечет возникновение кредитных организаций значительных рублей. Слышите? Кредитных организаций. О каком же заботится наше правительство? Исключительно о банках и банкирах, а вовсе не о своем народе. Так вот, этот отрицательный отзыв на такой необходимый нам законопроект, который ждали тысячи семей валютных ипотечников России, привел к тому, что вся фракция партии «Единая Россия» при голосовании в Госдуме по этому закону просто отказалась голосовать. Под призывы депутата «Единой России» не голосуем, товарищи, не голосуем. Законопроект просто не набрал форум и был отклонен. Валютно-потечные заемщики – это люди совершенно разных политических взглядов. Нас объединила общая вида. И вот этим своим отрицательным отзывом, и вот этим поведением правящей партии в стране был заложен один огромный кирпич в этой самой стене недоверия к правительству в нашей среде. Дальше, не далее, как в июле, в прошлом месяце, правительство опять дает отрицательный отзыв уже на проект закона о моратории на взыскание долгов по валютной ипотеке, в котором предлагается не отбирать у валютных ипотечников квартиры и не начислять штрафы и пенни за просроченные платежи. Формулировка отказа выглядит очень сомнительно. Пишут, что якобы, предлагаемые проектом закономеры противоречат принципам равенства заемщиков, устанавливая для тех, кто брал ипотеку в валюте, привилегии. О каких привилегиях правительство идет речь? О привилегиях не быть выброшенными на улицу? Или, может быть, о привилегиях платить платежи по курсам, выросшим за последние месяцы в более чем в два раза? Тем самым правительство полностью развязало руки банкам, банкам, которые за счет разницы на курсах валют получают сверхприбыли. И оплачиваем эти сверхприбыли мы из своего карбана. Наши семьи экономят на всем. На еде, на лекарствах, на отпуске, на отдыхе и даже на общении. Мы не просто забыли, когда водили своих детей и внуков в театр. Для наших семей сейчас непозволительная роскошь даже купить новую книгу. Почти во всех семьях суммы ежемесячных платежей сравнялись с общим доходом семьи. В некоторых семьях эти суммы платежей превышают совокупные доходы семьи. При этом, ведь мы же не просим у правительства простить нам наши долги. Мы просим законодательно прекратить банковский произвол в отношении валютных и потечных заемщиков. Просим сделать наши платежи посильными. Почему правительство встает на сторону банка? Мы дееспособная часть общества. С наших налогов правительство получает закладки. Почему же тогда оно старательно отмахивается от нашей проблемы? Почему не хочет оказать помощь людям, попавшим в тяжелую жительную ситуацию? Ведь мы не видим своей вины в том, что упали цены на нефть. И никто из нас не виноват в падении курса рубля. Мы граждане этой страны. Мы здесь живем и работаем на благо России. Мы хотим быть патриотами. Мы искренне хотим быть патриотами этой страны. Мы не хотим быть рабами валютной ипотеки. Мы хотим верить своему правительству. Но только такому правительству, который слышит своих граждан и заботится о них. В конце концов, у нас в Конституции записано, что правительство обязано осуществлять все необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод своих граждан. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Здравствуйте. Дело в том, что в Угалске, в Донецке я не был, но я был в Крыму, житель Крыма, там профессор. И в принципе, Крым сейчас Россия. А в то время, когда, вот еще 2014 год, начало 2014, Крым не был в составе России, Крыма из Украины. И обстановка сложилась очень сложная на Украине. И 23 февраля Аксенов, это представитель русского единства, сделал объявление всем, желающим записаться в ополчение крымское, для того, чтобы сохранить порядок в Крыму и не допустить в Крым всякого подпозорного этого движения фашистского, которое возникло в Украине. Я записался в ополченце Крыма и в принципе был свидетелем всех событий в стране, которые происходили. Вот, тогда еще мы не знали, что Крым отойдет к России. Мы только предполагали провести референдум. И нам приходилось защищать, значит, дом советов наш от того, что там радикально настроенные сатары, подстрекаемые Меджилисом, бывшими, это их организация, и они хотели захватить власть в Крыму, так как Чингар уже был перекрыт, перекрыт людьми в Берку, которые тоже служили в Крыму. Их распустил Янукович, и их объявили незаконно, так как они защищали тоже, защищали, можно сказать, людей, порядок, вот, в Киеве. Потом они приехали, конечно, в Крым, и начали помогать, вот, защищать Крым. В то время мы еще не знали, что такая мощная поддержка будет оказана крымчанам со стороны Путина. Это его решение, конечно, потом защитить, значит, дом советов, и защитить вообще референдум Крыма, чтобы референдум Крыма прошел чисто. Все крымчане очень благодарны решению Путина, потому что в Крыму сейчас мирно и спокойно. И вам большое спасибо. Хочу вам сказать, что вы не теряли бодрость духа, знаете, что люди, общественные организации могут остановить такие мощные движения, которые возникают в противодействии России, русофобские движения всякие и тому подобные направления. Спасибо вам большое. Крым тоже с вами. Спасибо. Слово, не самое время Владимиру Владимировичу Путину убрать эту одиозную фигуру. Согласны? Я думаю, если бы провести опрос о рейтинге Медведева, он был бы отрицательный. Не просто 0-0, а отрицательный. Потому что единственное, что помнят в шоких маслах и Медведеве, что он милицию переименовал в полицию. Это какие мозги надо иметь, чтобы в стране, которая во время войны сражалась с полицаями, с предателями, да, взять и народную милицию, которая защищает народ и призвана стоять на охране общественного порядка, переименовать в полицая. Но это полдела. Хотя это говорит очень о многом. Те, кто окружают Медведева, ему подстать. Мы очень озабочены экономической ситуацией. Но мы даже не представляем, какая беда надвигается тихо, без всякого шума, торгается в каждый дом, в каждую семью. Я имею в виду теневую сторону ЕГЭ. Вот народ ополчился. Плохой ЕГЭ. Потому что там надо ставить галочки, там не учат, а там идет натаскивание по американскому варианту. Ну, понятно, что это было скопировано с американцев, с их недоделанной системой образования. Почему недоделанной? Потому что американская экономика в большей степени держится на эмигрантах со всего мира, которых они приломили к себе. Если бы не эти умы, которые Америка притащила, давным-давно бы она уже распалась. Слозунгом национального освободительного движения, который уже ушел в народ. Родина, свобода, Путин! Давайте вместе! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Еще раз! Родина, свобода, Путин! Чтобы говорить о событиях сегодняшнего дня, я немножко уйду в нашу новейшую историю. Итак, в 1991 году наша страна потерпела геополитическое поражение. Это была катастрофа. Наша большая с вами Россия была поделена на 15 частей. Она была поделена с нарушением действующего на тот момент законодательства. Уголовного законодательства, никакого-то мифического. Были конкретные статьи Уголовного кодекса. Далее, в 1993 году, после событий, которые нам всем известны как расстрел Белого дома, через два месяца нам подсунули Конституцию. Конституцию, это писало агентство, осушает Этэспресс, Соединенные Штаты Америки. Кто не верит, может зайти на сайт и посмотреть. Это агентство очень гордится тем, что оно принесло в Россию демократию. Так вот, эту Конституцию недавно глава Следственного комитета Бастрыкин назвал оккупационной диверсией, правовой диверсией. Эта Конституция является базой, базой для всего, что у нас с вами происходит. Были завезены большие специалисты из Соединенных Штатов Америки. Они настроили нам наше государство. У нас сейчас отсутствует все. Как сейчас говорили передо мной ораторы, национальная валюта ее нет. Национальная политика ее тоже нет. У нас нет ничего. Мы находимся под внешним управлением. Наши деды и отцы называли это простым словом оккупации. И Владимир Владимирович сейчас ведет страну к освобождению от этой оккупации. Ведет мягко и осторожно. Митинг посвящен отставке правительства. Да, я согласен, что нужно отставить правительство. Но не Иванова, Петрова, Сидорова, а должностные инструкции, которые подписывают при устройстве Иванов, Петров, Сидоров, ну и Медведев в том числе и те товарищи, которые здесь звучали. Потому что без разницы придет на место Медведева, Сидоров, он будет делать то же самое. Так же, как все мы приходим на работу и делаем то, что нам предписывают наши должностные инструкции, либо должностные обязанности. И я призываю к отставке правительства, но не правительства Иванова, Петрова, Сидорова, а к отставке всей системы. Мы должны поменять Конституцию и выстроить свою систему. И тогда многие вопросы, в том числе у тех, кто взял ипотечный кредит, в том числе у тех, кто хочет отставить одно, другое, третье, мы будем с вами решать внутри страны. Сейчас у нас нету в России центра принятия решений. Их нам предсылают в закрытых конвертах. Каждое министерство, каждое ведомство, Центробанк имеет над собой консалдинговую компанию. Если вы зайдете в открытых источниках, это ясно. А та же самая Набиулина, она просто вскрывает конверты и озвучивает то, что придумали какие-то западные специалисты.